Новости продолжает эфир телеканала Хабар 24. Мы работаем в прямом эфире и готовы рассказать о главном к данному часу. Специальную комиссию создали для расследования гибели двух рабочих на Тенгизе. ЧПМ, напомню, произошло утром на одной из строительных площадок во время гидроиспытательных работ с участием подрядной организации. Три человека пострадали. С травмами их доставили в медучреждения региона. Как рассказали в ДЧС, взрыв спровоцировал срыв фланцевого соединения. В правительстве провели оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума. Обсуждали, как минимизировать последствия и потери для бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что по итогам глава Кабмина дал ряд поручений. Напомню, ранее стало известно о том, что экспорт нефти через терминал КТК остановили на месяц. Ограничение ввел Приморский районный суд Новороссийска по заявлению Ространснадзора. Консорциуми не согласились и направили ходатайство о приостановлении исполнения решения суда. В нем, в частности, отмечается, что, цитата, «законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса». Кстати, о последствиях уже высказываются аналитики. Я не уверен, что через 30 дней мы восстановимся. Бюджет сейчас не понесет. Это проблема будущих годов. Мы недополучаем прибыль и не докладываем ее в наш фонд. Кроме этого, существуют локальные проблемы, например, нефтесервисных компаний, которые, соответственно, в условиях снижения добычи будут простаивать. Это про стойки контрактов, про стройки зарплат. Консорциуми надеются на скорейшее разрешение споров и обжалование решения суда. В противном случае Казахстану придется значительно сокращать объемы нефтедобычи. Отмечу, ежемесячно через КТК транспортировали до 4,5 миллионов тонн черного золота. По Кашиганскому проекту. Там есть такой подход «отгружай или плати». Там 7 акционеров, и каждый акционер должен свою долю продавать, неважно куда, кому. Есть объем, это соглашение о разделе продукции. Каждый инвестор должен распоряжаться своей долей, самостоятельно. Вот для Кашиганского проекта очень сложно. Куда он будет не вдевать. Что необходимо? Необходимо на правительство. Мы не поднимать вопрос на языке дипломатии, садиться за стол переговоров. Расширение возможностей транскаспийского транспортного маршрута обсудили представители бизнеса в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Маршрут пролегает через Китай, Казахстан, Азербайджан, Турцию, Грузию и в обход России идет в Европу. Это мультимодальный коридор, в котором задействованы морской и железнодорожный транспорт. Развитие этого пути позволит расширить транзитный потенциал Казахстана. В рамках диалога рассмотрели и острые вопросы международной торговли, в том числе связанные с логистикой, трансформацией существующих цепочек поставок и регистрацией в Международном финансовом центре «Астана». По словам бизнесменов, главная сложность сегодня – это трудности даже со среднесрочным планированием. Из-за индивидуального подхода к каждой поставке заметно растет конечная стоимость товаров. Невозможно прогнозировать рынок, невозможно фиксировать стоимость доставок на месяц, на квартал, на полгода, как это было раньше. И, конечно, сейчас каждая отгрузка, каждый маршрут считается индивидуально под конкретный запрос. Конечно, это увеличивает нагрузку и привлечение ресурсов, но такова реальность, и мы, соответственно, с ней пытаемся работать. Между тем, Саудовская Аравия объявила большие скидки на свою нефть на фоне снижения ценника российского черного золота. В частности, это касается более тяжелых сортов «Араб Хэви» и «Араб Медиум», передает Блумберг. По мнению экспертов, агентство снижение стоимости усилит конкуренцию на азиатском рынке. Королевство, к слову, не единственный член ОПЕК, который был вынужден снизить цены. Также поступили Иран и Венесуэлы, чтобы привлечь покупателей из Индии и Китая. Отмечу, российская нефть упала в цене после введения частичного эмбарго Евросоюзом и отказа США от ее импорта. Согласно данным Блумберг, прибыль от переработки черного золота в Азии снизилась до самого низкого уровня с 2019 года. И еще о событиях в мире. Тайфуны, наводнения и лесные пожары по всему миру регистрируют экстремальные погодные явления. Греция даже обратилась за помощью к соседним странам. Подробнее расскажет Вероника Боярова. Тайфун прошелся по юго-западу Японии. Он принес с собой сильные дожди, которые вызвали наводнения. Затопило сразу несколько районов. Под воду ушли машины. Из-за наводнений массово эвакуируют жители австралийского Сиднея и его окрестностей. Власти призвали покинуть свои дома около 50 тысяч человек. Погода в регионе в последнее время была беспощадной. В некоторых частях мегаполиса за 4 дня выпало столько же осадков, сколько обычно идет в течение 8 месяцев. Плотины переполнились, а водоемы вышли из берегов. Чрезвычайное положение в регионе уже четвертое за полтора года. Но люди не спешат покидать свои дома. Людям нужно прислушиваться к советам. Не рисковать, когда их просят об эвакуации. Ситуация все еще остается опасной. Мы должны реагировать соответствующим образом. Такого рода события происходят естественным образом. Но изменение климата способствует увеличению количества влаги в атмосфере и изменению глобальных климатических моделей. Нам в любом случае нужно провести больше исследований, чтобы понять, как все эти события связаны друг с другом. В Греции же бушуют лесные пожары. Один из них вспыхнул в 70 километрах от столицы – Афин, что на юге страны. Жителей близлежащих деревень пришлось экстренно эвакуировать. В огне также полуостров Пелопоннес. За прошедшие сутки на всей территории государства зарегистрировали больше 50 лесных пожаров. Их тушению мешает сильный ветер. Ранее на помощь греческим коллегам пришли специалисты из Болгарии и Румынии. Мы очень благодарны вам за то, что вы пришли помочь нам в трудное для нашей страны лето и доказали, что европейская солидарность – не просто теория, а реальность. А в Испании и Португалии сильнейшая за 1200 лет засуха, объявили ученые. Причиной, по их данным, стал азорский антициклон. Он известен своей способностью ограничивать попадание осадков в Средиземноморье. За последние 12 столетий число таких явлений увеличилось в 2,5 раза. Это определили при помощи климатической модели. Основная причина таких изменений – влияние деятельности человека. Вероника Боярова, Хабар, 24. Китайские фермеры пытаются приспособиться к изменениям климата. Больше 70 хозяйств уже выращивают культуры, устойчивые к холоду. В этом году они рассчитывают получить до 900 тысяч тонн урожая. Капуста, сладкий перец, огурцы, помидоры и многое другое. Все это растет на высоте до 2500 метров над уровнем моря. Среднегодовая температура здесь около 6 градусов. Благодаря свежему и прохладному воздуху, чистой почве и солнцу, выращенные овощи получаются хрустящими и нежными на вкус. Именно так характеризуют свою продукцию местные производители. Органические овощи выращивают в горной местности на юге Нинься, Хуэйского автономного района Китая. Раньше здесь действовали разрозненные крестьянские хозяйства. В конце нулевых они совместно с крупными предприятиями объединились под единым брендом. Теперь 5 компаний, 17 кооперативов и 17 тысяч фермеров выращивают устойчивые к холоду культуры более чем в 50 специализированных парках и деревнях. Мы выращиваем овощи на открытом грунте с марта по ноябрь и круглый год в теплицах. Последние очень удобны. К примеру, можно регулировать сезон созревания и, соответственно, продавать по более выгодной цене. Обычно здесь работает до 4 тысяч человек, в зимний период чуть меньше. Зимой температура воздуха здесь опускается до минус 20 градусов по Цельсию, летом же поднимается до 29 градусов. Выращенные здесь овощи из-за своих качеств продают дороже. Основные потребители – крупные города Китая. Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чунцин. Посевы занимают больше 13 тысяч гектаров. Годовая производительность – до 900 тысяч тонн. Всё это помимо прибыли ещё и рабочие места для местных жителей. На этой базе мы выращиваем новые сорта. Если они показали себя хорошо, то на следующий год уже расширяем посевы. Качество овощей хорошее. Кстати, о воде. Мы здесь полностью используем грунтовые воды. Они сразу попадают в специальные трубы, которые проложены по территории. Это позволяет сберегать до 80% воды. Раньше крестьяне просто заливали поля. Вместе с повышением уровня жизни жители Поднебесной стали чаще делать выбор в пользу экологически чистой продукции. По некоторым прогнозам, через пару лет их рынок превысит 13 миллиардов долларов. Одновременно Китай делает шаги к коммерциализации безопасных генетически модифицированных культур, устойчивых к болезням и насекомым. Эта технология позволит увеличить производство и снизить расходы, уверены власти. Вопрос продовольственной безопасности стоит остро на фоне растущего внутреннего спроса и изменения климата. Матогос Сыргабаева, Хабар-24 из Китая. Спецоперацию по ликвидации международного наркосиндиката провели правоохранительные органы Казахстана и Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе комитета нацбезопасности, задержаны 10 человек, четверо из которых в Алматы. В доме одного из подозреваемых обнаружили подпольную лабораторию, где изготавливали психотропные вещества. Они, по данным оперативников, предназначались для контрабандной переброски в Кыргызстан, а также для продажи в Шемкенте и Усть-Каменогорске. Общий вес изъятых наркотиков почти 23 килограмма, что эквивалентно 68 тысячам разовых доз. Проводятся досудебные мероприятия. Почти 100 иностранцев выдворили из столицы Казахстана. Еще около 1000 человек привлекли к административной ответственности. Стражи порядка провели оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». В большинстве случаев мигранты нарушали правила въезда в республику, а также пребывания на территории страны. Искали нелегалов на стройках, гостиницах и общежитиях. Оштрафованы около 350 граждан Казахстана, которые с нарушением привлекали мигрантов в качестве рабочей силы. А между тем, численность населения столицы за четверть века выросла почти в четыре раза. Об этом свидетельствуют данные Бюро над статистики. В 1998 году в новой столице Казахстана Ахмуле проживало всего 326 тысяч человек. По последним данным, сейчас в городе свыше миллиона 250 тысяч жителей. Больше всего в столице женщин 657 тысяч, мужчин 605 тысяч. В 10 раз увеличилась и рождаемость. Если в 1998 году родились 3400 детей, то в 2021 больше 30 тысяч. Десятки мероприятий приурочили ко дню столицы. Для жителей и гостей города организовали насыщенную культурную программу. Один из ее пунктов – большой концерт под открытым небом у стадиона «Астана-Арена». Для удобства астанчан организовали трансфер. Автобусы доставляли горожан с трех точек города. Такие концерты обещают устраивать ежегодно. Самый большой сюрприз для зрителей – это выступление группы «Дос Мукасан». Мы постарались, чтобы интересно было всем. И тем, кто помоложе, и тем, кто постарше. Людям с разными музыкальными предпочтениями. Думаю, что сегодня «Опен-эйр» соберет около 10 тысяч зрителей. Воздушный шар с людьми упал на воднозеленом бульваре в столице. Видео появилось в соцсетях. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что даже после приземления шар продолжает уносить ветром. Комментаторы отмечают, те, кто управлял шаром, видимо, не приняли во внимание погодные условия. В столице сегодня очень ветрено. К счастью, никто серьезно не пострадал. Бесплатный городской пляж решил самостоятельно открыть житель семьи. Детский тренер по греко-римской борьбе Ержан Амарханов обустраивает его собственными силами. Мужчина, которым движет чистый энтузиазм, выбрал для купания одно из безопасных мест. Желание создать оборудованный городской пляж возникло после очередной гибели подростка на Иртыше. Пока на территории площадью в 2,5 гектара проводят работы по выравниванию дна. Одну сторону пляжа планируют открыть уже в ближайшее время. Отмечу, в семье никогда не было специально оборудовано муниципального пляжа. Мы по статистике, по утопаемости в том году мы на первом месте стояли, где тонут дети. Это очень страшно, очень тяжело. Но стараюсь, чего бы она мне не стоила, мы будем делать хороший пляж. Он будет бесплатный. Будут все. Волейбольная площадка, футбольная, место позволяет. Юрты будут стоять, грибки. Уникальные изделия эпохи бронзы на поселении Кенуткель обнаружили акмолинские археологи. Они вскрыли несколько курганов, относящихся к андроновской культуре. По словам специалистов, артефакты, найденные в захоронениях, свидетельствуют о жизни и культуре в этом регионе 4 тысячелетия назад и представляют собой большую научную ценность. На месте раскопок побывал наш корреспондент Аслан Абуталипов. На поселении Кенуткель расположено около 200 археологических памятников. Все они начали изучаться еще в 80-е годы прошлого столетия. За это время ученым удалось определить их главную особенность. Все они относятся к совершенно разным эпохам. Так, здесь расположены памятники периода каменного, бронзового, железного веков и средневековья. Раскопки на поселении Кенуткель проводятся ежегодно и с каждым разом находки не перестают удивлять археологов. В этот раз они нашли керамическую посуду, фрагменты бронзовых изделий и украшений. На первый взгляд находки ни о чем не говорят, но после подробного изучения, говорят специалисты деталей, раскрывают ранние неизведанные страницы истории. Впервые мы нашли такую керамическую посуду малой формы. Это эпоха поздней бронзы. Здесь нет никаких орнаментов. На есть надписи похожи на древне-тюркскую письменность раннего и железного века. Значит, это был переходный период. В целом узоры на другой керамической посуде рассказывают о мировоззрении, верованиях и культуре людей, населявших этот край в 17-15 века до нашей эры. По словам ученых, многие курганы на поселении Кенуткель оказались разграбленными и разрушенными, поэтому раскопки идут на тех памятниках, состояние которых требует восстановления. Наука любит тишину. Мы прежде всего хотим защитить, спасти данные объекты, данные объекты историко-культурного наследия. Поэтому здесь мы ставим цель не спеша изучить, но и заниматься рекультивацией данных объектов. То есть, что это значит? Восстановить их первоначальный вид. Как они выглядят в тот или иной период. В исследованиях участвуют и местные школьники. Если про эпоху бронзы, курганы и артефакты они слышали только на уроках истории, то сейчас могут напрямую соприкоснуться с наследием веков. Один из них ученик 9 класса Артем Черныш. В будущем он намерен стать историком или археологом. Сейчас раскопки близятся к завершению. Археологи продолжат исследования уже в стенах музея. Все находки будут отреставрированы, изучены и сверены с другими историческими материалами. Так станут известны новые свидетельства о бытии и культуре древних людей. После все артефакты пополнят музейные экспозиции. Аслана Буталипов, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар-24. И к этому часу у нас все. Всего доброго.